Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! В эфире авторский ютуб-канал «Современный разговор» с Расим Бабаевым. Сегодня я вам представляю беседу с директором Центра исследований Южного Кавказа, экспертом дискуссионного клуба «Валдай» Фархадом Мамедовым. Здравствуйте, Фархад! Здравствуйте, Расим! Спасибо за приглашение. Нашим зрителям советуем подписаться на канал, ставить лайки, делать так, чтобы это просмотрело большее количество людей. Спасибо вам за то, что вы в очередной раз согласились прокомментировать процесс, происходящий в нашем регионе. Фархад, в последние несколько недель, может, в месяц, два, но, скорее всего, в последние несколько дней мы видим активизацию усилий международных игроков в направлении урегулирования окончательного отношений между Баку и Ереваном, направлено на подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Я думаю, что уже почти полгода не было никаких вот таких встреч, ну, несколько месяцев. С чем было это связано и с чем вы сейчас связываете? То, что сегодня мы наблюдаем активизацию, что послужило этому триггером и как вы оцениваете, значит, возможности сторон, которые пытаются арбитрами быть между Баку и Ереваном. Ну, для того, чтобы достичь каких-то результатов или же чувствовать, что вот пришло время для активизации, очень важно, чтобы ситуация созрела на земле и на дипломатическом треке. В принципе, мы это наблюдали в прошлом году и были большие надежды на конец прошлого года. Однако события и действия, которые в большинстве случаев предприняли вне региона, я имею в виду Российскую Федерацию, французское деструктивное влияние, а также отказ Армении от того, чтобы подписывать, значит, мирный договор, привели к тому, что появился вот такой вакуум. С начала года ощущалась такая дипломатическая активность Соединенных Штатов Америки и готовился вот новая почва, новые условия для активизации переговорного процесса. Азербайджан за это время усилил свои позиции на земле и фактически повторяет свою позицию на дипломатических переговорах. И вот мы подошли к этому очередному треку. Действительно, динамика очень высокая. После встреч в Соединенных Штатах Америки уже есть анонсы, официальные подтвержденные анонсы встречи в Брюсселе в конце недели. Сегодня посол Российской Федерации в Армении отметил, что встретятся лидеры. Раньше ожидалась встреча на уровне министра иностранного дела в России, но вот сейчас уже говорят о встрече лидеров. Российской Федерации. Брюссель также анонсировал возможную встречу на полях европейского политического сообщества в Кишиневе с участием уже Макрона и канцлера Германии. То есть мы видим очень большую динамику на дипломатическом треке, где обсуждается весь комплекс вопросов. И идет дискуссия относительно конкретного текста мирного договора. То есть это не рассказывание каких-то пожеланий, а это уже такая работа над текстом, где ставить запятые, какие темы, в какой форме прописывать. Вот здесь очень интересная и динамичная ситуация сейчас. Мы видим, что Москва неоднозначно реагирует вначале на визит министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колона в регион. Франция продолжает как бы внедряться во внутреннее поле в Армении, открывает свою миссию военную при посольстве. А до этого она как бы появилась на земле, так сказать, на земле в рамках гражданской миссии Евросоюза. Москва заявила во время переговоров в Вашингтоне, США, что альтернативы трехстороннему соглашению нет. И вот вчера, сегодня, точнее, Пашинян находится в Москве, официальная вывеска это участие в Параде Победы. Как Москва будет реагировать на активизацию западных посредников, которые раньше состояли в Минской группе ОБСН? В принципе, Макрон сейчас не уделал, но, опять же, Вы сказали, и мы знаем, что в Молдове он будет участвовать. Как будет Москва противостоять, как заявлять в Кремле, попытка вытеснить ее из Армении, из Южного Кавказа? Ну, как это видится в Москве, мы, в принципе, уже знаем по заявлениям официальных представителей МИД России, самого министра иностранного дела, да и Кремль неоднократно рассказывался по этому поводу. К сожалению, та ситуация, которая сложилась сейчас, а это не совсем продуктивная ситуация, если смотреть с точки зрения Азербайджанской республики, когда переговорные площадки, они не общаются, не то, что не общаются друг с другом, а находятся в конфликте друг с другом. И это вынуждает, вот этот международный фон, он больше вредит процессу нормализации, нежели создает условия для конструктивной работы. Потому как у каждого посредника есть свои собственные интересы, которые он стремится реализовать в ущерб другому посреднику посредством вот этого переговорного процесса. Ресурсы Российской Федерации ограничены, и мы это наблюдали в конце прошлого года, когда Россия торпедировала вот эти наработки, которые были сделаны на западном треке переговорном, и Россия старалась торпедировать процесс не только по мирному договору, а по азербайджанской версии мирного договора, там пяти пунктов и так далее. То есть Россия тогда выступила с инициативой, со своим планом, проектом мирного договора, был запущен проект в Арданян, сразу после так называемого Вашингтонского документа. И процесс был сорван, потому что премьер-министр Армении Тошиня на 100% поддержал российский вариант мирного договора после встречи в Праге. И, как говорит президент Азербайджана, говоря «А» в Праге, то есть о признании территориальной целостности Азербайджана, он не сказал «Б» о том, что Карабах – это Азербайджан. Соответственно, мы получили вот такой результат, что да, процесс был сорван, но начало этого года и те события, которые произошли, показали, что ресурсов России хватает для того, чтобы только остановить какой-то процесс или затормозить его, но ни в коем случае не отменить. И то, что при стечении нескольких месяцев после Мюнхенской встречи при содействии госсекретаря Блинкина условие Азербайджана было выполнено, в Арданян был смещен с позиции в Карабахе, а процесс продолжился опять вокруг азербайджанского варианта проекта «Мерийного договора». То есть мы должны зафиксировать то, что Россия в прошлом году вот этим по двум направлениям действовала, у нее отчасти получилось затормозить процесс, но остановить его и предложить свою собственную повестку ей не удалось. Этому способствовало и шаги на земле, которые предпринял Азербайджан. Самым ярким этим шагом является установка контрольно-пропускного пункта на условных границах на Волчинской дороге. Поэтому говорить о том, что Россия, активность России будет, а какова она будет, это еще вопрос. Потому что они, да, будут пытаться опять торпедировать процесс, и в этом отношении они должны заучиться поддержкой или Армении, или Азербайджану. Я могу предположить, что Армения в этот раз не настолько активно будет поддерживать планы проекта России. Потому как прошлый год показал, что Армения участвовала в обходе санкций в отношении России, и уже со стороны Запада есть первые сигналы о том, что это неприемлемо. И в санкционных списках все больше и больше начинают появляться компании из Армении. И наряду с этим, если уж армянская сторона так активно вовлекается в процесс заново, без каких-либо условий, да, ведь они отменили российскую встречу министром странных дел, потому что там была экологическая акция на Волчинской дороге. Правильно же? Да, декабрь. А вот по истечении шести месяцев они садятся за стол переговоров с Азербайджаном, когда Азербайджан установил целый КПП на дороге и взял под контроль въезда и выезда на Волчинской дороге. То есть это показатель того, что их заставляют садиться за стол переговоров, и это делает западная страна. Поэтому России было бы достаточно комфортно, если бы Армения отказывалась бы участвовать в переговорах, и российская сторона могла бы все еще посредством Армении влиять на этот процесс. Следующий элемент, на который давит Россия, это решение всех вопросов в трехстороннем формате. Но это относительно Карабаха за эти два с половиной года Азербайджан дал четко понять, что трехстороннего формата не будет ни в отношении мандата РМК, ни в отношении судьбы армян Карабаха, ни в отношении Волчинской дороги и перевода на новую часть дороги, установка КПП и так далее. То есть Азербайджан не собирается обсуждать с Арменией вопросы, касающиеся территории Азербайджанской республики. И этот анахронизм, который из раза в раз повторяют российские дипломаты, в основном это посол России в Армении, они не то что не имеют основы, а это уже можно смело послать в архив. Поэтому от России, возможно, два варианта. Деструктивный вариант, о чем намекал Пашинян в Праге, в дни, когда шли переговоры в Соединенных Штатах Америки, он почему-то вспомнил российский вариант мирного договора и фактически дал понять, что если Россия в очередной раз поставит на стол этот проект мирного договора, то Армения, не глядя, поддержит этот вариант. Это деструктивная часть, потому как там есть тема отложенного статуса Карабаха. Это деструктивный вариант. Конструктивный вариант – это когда Россия понимает, что удлинение процесса приводит к появлению еще больших проблем, она трансформирует свое видение, свое участие в этом процессе. Для них очень важно, чтобы трехстороннее заявление не теряло силы. И в этом отношении возможно сделать так, чтобы отдельный пункт этого заявления, касающийся разблокировки коммуникации, они бы нашли бы, как бы вдохнули новую жизнь. И здесь России нужно будет поделиться своей эксклюзивностью контроля над дорогами с Азербайджаном. Это уже произошло, в принципе, на земле. Это просто нужно будет как-то зафиксировать на бумаге и поделиться с Арменией контролем над въездами и выездами по Зангизурскому коридору и начать большой процесс разблокировки. В принципе, этот месседж уже прозвучал в уставе министра иностранных дел Российской Федерации в интервью газете «Известия», когда он отметил два приоритета – это разблокировка и мирный договор. Другой элемент конструктивности России возможен в отношении армян-карабаха, когда эта тема начинает обсуждаться исключительно с Азербайджана без участия армян. Мы пока этого не наблюдаем, потому как Ленцов опять встречает из министров обороны Армении, потом посещает Азербайджан, то есть очередность видна. Кириллица, русский алфавит не подразумевает, что буква «З» стоит после буквы «Р», буквы, которые я не могу произносить. Если уже он идет по протоколу… Если писать на английском, то армия впереди получает. Да, но я думаю, что у господина Ленцова и у Министерства обороны Российской Федерации все-таки используются кириллица. И, по идее, он должен был посещать сперва Баку, потом Ир-Лан, и вообще заезжать на эту территорию с территории Азербайджанской республики. Это уже нужно как-то внедрять в сознание российских чиновников, как военных, так и дипломатов, что вот так нужно поступать. И в этом отношении демилитаризация и вывод остатка вооруженных сил Армении из Карабаха может способствовать также освобождению армянских диверсантов из мест заключения в Азербайджане, потому как, исходя из той логики, что на территории Азербайджана не должна оставаться армянские военнослужащие как в Карабахе, так и в тюрьмах. То есть, в России есть еще потенциал для конструктивного вовлечения в процесс, для того, чтобы вдохнуть жизнь в те пункты трехстороннего заявления, которые как армяне, так и Азербайджан считают или отчасти реализованными, или же нереализованными вообще. И я думаю, что Россия сможет на этом этапе запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и обозначить свое присутствие в этом регионе. Наряду с этим мирный договор не должен заменять или же отменять трехстороннее заявление. Тоже очень важный элемент, как к этому относятся те или иные стороны. Но для Азербайджана трехстороннее заявление – это результаты войны, это обязательства Армении, и это регламентация вывода российского миротворческого континента с территории Азербайджанской республики. Я не думаю, что данные пункты могут быть рекламентированы в мирном договоре с Арменией. То есть это невозможно. Это касается исключительно Азербайджана-российских отношений, и это регламентировано подписью президентов Азербайджанской республики и Российской федерации. Вот так. Четырехдневным переговорам в Соединенных Штатах дают различную оценку. Кто-то говорит, что эти переговоры провалились, в том числе армянская сторона. Азербайджан, МИД Азербайджана, говорит о том, что, к сожалению, Армения продолжает демонстрировать неконструктивный подход к делу. Армянская сторона также, в СМИ эксперты выражали недовольство тем, что официальные представители Вашингтона заявили о том, что речь не идет о народе об армянах Карабаха, а речь идет о национальных меньшинствах государств. Что это означает? Это означает ли изъединение подхода к тому рупору, который продвигает армянская сторона? А азербайджанская сторона, в свою очередь, вы наверняка прекрасно знаете, заявляет о том, что главным и основным условием безопасности, обеспечением безопасности армян Карабаха является обеспечением безопасности азербайджанских беженцев, их возвращения в Зангизор и обеспечения их аналогичных условий проживания. Эта тема, она самая, может быть, чувствительная и сложно прописываемая в любом дипломатическом тексте мирного договора, где работают дипломаты, потому как нужны формулировки, если этот пункт будет в мирном договоре, нужны формулировки, которые имеют основания. Мы один раз уже использовали формулировку, которая не имеет международно признанного определения. Вот коридор. Иди потом пойми, что такое транспортный коридор. Пашинян потом ввел в оборот коридорную логику. Почему-то он ее видел, значит, коридоры на территории Азербайджанской республики, а не видит у себя на территории. Мы это как-то трактовали как какой-то элемент экстерриториальности. Правильно же? На сегодня мы пришли к такому... И мы два с половиной года понимали Лачинский коридор как полностью беспрепятственный, полностью под контролем Российской Федерации. А вот с конца апреля, с 23 числа мы сейчас понимаем его именно так, как сейчас это происходит, то есть установка КПП на границе, контроля на установленной границе. И здесь также очень важно избегать, значит, вот таких выражений, которые не имеют точного понимания с обоих сторон или же международно признанные какие-то механизмы. И в этом отношении, когда армянская сторона поднимает вопрос прав и безопасности армян Карабаха, здесь нужно очень точно понимать, право безопасности где? То есть в Азербайджанской республике, в Карабахе, значит, в Азербайджанской республике. Права и безопасности, воображение права безопасности может иметь диапазон от простого гражданина Азербайджанской республики до требования о независимости. Поэтому Азербайджанский МИД так трактует это, что права и безопасности армянского населения Карабаха в соответствии с азербайджанским законодательством и конвенциями, которыми подключилась Азербайджанская республика. То есть вот это и есть четкое понимание. Со стороны Армении звучит права и безопасность Карабаха. Это общая фраза, которую возможно истолковывать по-разному, и это приведет к большим проблемам в будущем. Поэтому я думаю, что вот эта прописанность, и то, что вы сказали, это ведь информация, она вышла на «Голосе Америки», и потом ее как бы ликвидировали, да, и этой записи нет. Поэтому если армянская сторона настаивает на правах и безопасности, значит, армянка Карабаха, а они проживают на международной признанной территории Азербайджана, соответственно, должны считаться этническим меньшинством. Об этом, в принципе, всегда говорил президент Азербайджанской республики. Но здесь уже идет фактор зеркальности. То есть если мы говорим о судьбе, правах и безопасности армян, значит, этнического меньшинства на территории Азербайджанской республики, то мы должны то же самое говорить и о судьбе, и правах и безопасности этнического меньшинства на территории Республики Армян. Если мы идем по этому пути, то здесь будут две общие фразы, которые возможно применить к армянам в Азербайджане и к азербайджанцам в Армении. И это будет уже такой процесс, который тоже займет какой-то элемент межгосударственных отношений. Азербайджанская позиция заключается в том, что это не тема межгосударственного договора, это тема внутренняя Азербайджана и тема обязательств Азербайджанской республики в отношении своих граждан перед международным сообществом. Потому что мы подключились к конвенциям, эти обязательства нужно выполнять к этническим группам, к религиозным группам и так далее. Прописывать это в мирном договоре и создавать вот эти элементы взаимозависимости, это, с одной стороны, и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что в Армении создается вот этот элемент, что они как-то прописали эту тему, они с легкостью подписывают договор и признают территорию Карабаха, значит, как составную часть территории Азербайджанской республики. Плохо – это потому, что это создает основу для спекуляций в будущем, что Армения может высказывать свою позицию относительно внутренних тем Азербайджана, а Азербайджан, соответственно, будет высказывать какие-то претензии в отношении внутренних дел Армении. Вот этот элемент или мы должны прописать его в отношении международного сообщества, то есть международное сообщество должно гарантировать или же следить за исполнением права безопасности этнического меньшинства азербайджанцев в Армении, которого там нет, но оно будет, оно должно тогда там появиться в какой-то форме, и это будет уже обязательством Армении. И, соответственно, перед Азербайджаном они тоже будут внимательно смотреть за выполнением обязательств в отношении этнических меньшинств со стороны властей Азербайджана в отношении своих граждан. Вот это тоже такой элемент, который тоже подразумевает определенные, как бы сказать, создаёт элемент для спекуляций. Поэтому я думаю, что это, конечно, составная часть переговоров, но присутствие вот такого пункта в этих договорах – это создать в будущем поле для спекуляций, нежели для создания конструктивной основы, для выстраивания и углубления, расширения армяно-азербайджанских связей. То есть я понимаю, Фархад, что Армения применяет по отношению к Азербайджане такой ход действий и мыслей, который не применяет в отношении себя. То есть она не хочет эффект зеркала наблюдать, и как бы получается… Они говорят о том, что был конфликт, люди не хотели жить в Азербайджане, и поэтому вот этот конфликт восстановит… Ну, извините меня, у азербайджанцев в Армении тоже никто не спрашивал, хотят они жить на суверенной территории Армении, их просто выгнали. Я не думаю, что они тоже хотели бы жить, они, может быть, тоже выбрали бы путь провозглашения своей Геучезенгезургской республики на территории Армении. То есть если они хотят получить это, то у нас есть уже община западного Азербайджана и, соответственно, они тоже могут принять какую-то резолюцию. Парламент Азербайджана это одобрит, внесет в акт, поправит так, скорректирует акт о провозглашении независимости. И вот мы получим такую территориальную претензию в отношении Армении. Хотят они этого? Или же Азербайджанская республика официально выступит гарантам безопасности западных азербайджанцев? И что это значит? Это значит, мы берем обязательство силой оружия и дипломатии освобождать территорию для их жизненного пространства, что делала Армения на протяжении 25 лет в отношении Армении Армении. Ну, это же не дело, так мы идем к конфронтации. А это все-таки тема мирного договора. И пытаться прописать это дело каким-то образом, я не думаю, что это приведет к каким-то позитивным результатам. То есть, я вот вспомнил книгу, известную Льюиса Кэрролла «Алиса за зеркали». Армения сегодня пытается тоже играть в Армению за зеркали. Ну, у них, да, есть такой элемент исключительности. Они думают, что за ними историческая правда и так далее. Но мы крушим эти все стереотипы, комплексы. И я думаю, президент Азербайджана четко заявил, что если им не нужен мирный договор, то мы его не подпишем. И мы будем продолжаться свою деятельность в конфронтационной спирали. Шаг за шагом, сковывая их активность в Карабахе, в первую очередь. А для этого уже у нас сформированы все ресурсы на земле. Уничтожение военной инфраструктуры в Карабахе. И через определенное время, когда мы через действия на земле сформируем новые условия, новую реальность, опять предложить тему мирного договора. По идее, не будем отказываться. Но всегда это будет уже при новых условиях. И это уже будет необходимостью Азербайджана для принуждения мира Армении реализовывать вот эти элементы на земле. Чтобы они понимали, что у них желание-то может быть, возможностей практически и фактически нет. Что-либо изменить на земле, в Карабахе или же на условных границах. Я вчера вспомнил времена Ягоды, времена Ежова, сталинский период, значит, 30-е, 20-е годы, когда мы помним, как судили политических заключенных без суда и следствия, просто начинался суд и тут же оглашался приговор. Ни тебе защиты, ни тебе возможности помилования. Почему я это вспомнил? Потому что вот вчера армянские СМИ написали о том, что к 11 с половиной годам лишения свободы приговаривается азербайджанский военнослужащий Акшин Бабиров, который в условиях плохой видимости в начале апреля пересек условную границу Нахчеванской автономной республики с Арменией. Типа его приговорен к 11 с половиной годам по статьям о незаконном пересечении границы, незаконном перемещении огнестрельного оружия и боеприпас через государственную границу. Мы помним также и о Гусейне Ахундово, которого обвиняли, обвиняют в том, что он убил сторожа Зангизорского медно-молибденного комбината. Обычно как минимум полтора, два, а то и три месяца идет следствие. А тут еще месяца не прошло, не было ни следствия, ничего раз объявляют о том, что по-моему, он никого не убил, ничего заблудился, сколько раз Азербайджан возвращал, заблудившихся армянских жителей и военнослужащих. Почему это произошло? Какие, значит, цели преследует Пашинян сегодня в этом плане? Ну, людей, потерявшихся людей, так будем их называть, возвращают сразу. То, что сделали Армении в отношении двух военнослужащих, ну, это была демонстрация того, что они стремятся их обменять на тех диверсантов, которые, значит, получили сроки в Азербайджане. И когда против них завели уголовные дела, они не одинаковые, да, вы тоже отметили, что в отношении первого вот по таким статьям, в отношении второго по идентичным статьям, плюс еще ему вменяют, значит, убийство сторожа Зангизорского медно-малебенового комбината. То, что это случилось так быстро, когда завели эти дела, уже было понятно, что процесс их, значит, освобождения займет определенное время, потому что если уж началось этот правовой процесс, процессуальный процесс, он должен завершиться. Действительно, я тоже ожидал это где-то ну, два-три месяца. А здесь очень важный элемент состоит в том, что они там написали, что он признал вины о том, что он перешел границу вместе с оружием и так далее, боеприпасом. То есть он признал вину, и они в течение вот этих нескольких дней выдали приговор. Я думаю, что это большая надежда на то, что произойдет обмен там одного на одного или еще там еще чего-то. И они это сделали специально очень быстро, чтобы фактически их правовой уровень сравнялся с правовым уровнем армянских военнослужащих, дирекционеров, которые находятся в Азербайджане. И тогда происходит помилование или же касационная жалоба в Верховный суд. Ну, в общем, там находят какой-то правовой механизм, чтобы освободить их и обменять друг на друга. Возможно, об этом даже договаривались в Вашингтоне, чтобы это все случилось быстро и создать вот такой позитивный фон для обеих обществ. Что касается другого, а здесь, конечно, посложнее, потому что ему меняется убийство. Или будут менять на того гражданина Армении, которого также значит его обвинили и доказали значит его участие в убийствах во время войны, военных преступлений, так скажем. Такие тоже есть. Вот. И возможен вынесение в авральном режиме приговора второму и их обмен. То есть нужно понимать, что есть такой, да, правовые чаши весов и если на сегодня удастся и это решение сюда в отношении первого сделано для обмена, то это неплохо. Так скажем. Вот. Если это сделано для того, чтобы удлинить этот процесс, то это не самая хорошая вещь. Я думаю, что обмен состоится до встреч, до каких-то встреч, там, может быть, Кишиневских или же там в конце даже недели может случиться. То есть в ближайшем будущем я ожидаю этого дня. Последние дни произошло еще одно событие, связанное с установкой памятника на Мезис в Армении. Вслед за этим последовал запрет на полет самолетов армянских авиалинии над территорией Турции. Как говорится, Анкара заявляет о том, что мы дадим добро на то, на это, если вы уберете памятник. Как вы думаете, как будут поступать в Армении? Не думаю, что в Армении уберут этот памятник, потому как я уверен в том, что здесь больше внутриполитического контекста, нежели вот такой демарш в сторону Турции со стороны Пашиняна. А внутриполитический контекст состоит в том, что рейтинги у партии власти по последним вопросам достаточно низкие, а на горизонте ближайшие несколько месяцев ожидаются выборы в столице и главный кандидат от партии власти это Тигран Авеня, который долгое время был заместителем Совета старейшим Ира Ивана, а сейчас является исполняющим обязанностью. И именно он участвовал в открытии этого памятника. Это заигрывание Пашиняна с националистической настроениями в столице, так как действительно в столице у них позиции очень слабые в их партии и плюс сам Тигран Авеня не очень популярен, что бы он там не старался делать, но кандидат от власти слабый. И я думаю, что это было сделано исключительно в контексте внутриполитического, то есть в контексте выборов мэра Ирлана. Но вот это невежество вот этой группы, которая сейчас руководит Армении, заключается в том, что да, они просчитывают негативы в отношении Асттузии, но они махают рукой на это все дело. И в принципе Пашиняна признался, что когда ему принесли информацию о том, что готовится установка такого памятника, он сказал, что если я скажу, что не надо то меня прозовут значит будут называть предателем. Ну меня уже столько раз назвали предателем, что я уже привык к этому. Это его цитата. И он пошел на это потому, что он понимает, что ему важнее сейчас это выборы мэрии Ирлана, нежели нормализация отношения с Турцией. он думает, что да, сейчас это вызовет такую-то ответную реакцию со стороны Турции, потом ее возможно будет заглазить через контакты с западными партнерами, как-то все это забудется, не первый памятник там и по теме того, чего не было в 1915 году, есть разногласия и так далее. То есть это как-то можно пережить, но пережить невозможно выборы мэра Ирлана. Соответственно, вот выбор был сделан на это. И мы стали свидетелями такого классического примера, когда решения во внутриполитической сфере аукаются, эхом раздаются на внешнеполитическое взаимоотношение, в частности с Турцией и с Азербайджанской республикой. Но если он и дальше будет идти по этому пути, я, кстати, я не думаю, что он рассчитывал, что так резко будет отвечать турецкая сторона. Но и сейчас он уверен, что это все делается и его ресурсы, в принципе, об этом так и пишут, что это вот такая резкая реакция Турции. Это все-таки элементы предвыборной кампании самой Турции. И они очень сильно ждут и ожидают поражения Эрдогана на выборах Турции. что то, что случилось сейчас, это сейчас, а с будущими мы уже как-то сможем договориться, обнулить все эти элементы, проблемные элементы с Турции и начать с нового листа. Это очень большие надежды возлагать на это. Но я думаю, что этим надеждам они не сбудутся. Спасибо большое, Фархад, за то, что вы приняли мое предложение ответить на мои вопросы. Спасибо за приглашение. Хотел бы сегодня еще поздравить проживающих в Азербайджане граждан, независимо от национальности, потому что сегодня, 9 мая, наши деды, наши прадеды участвовали в Великой Отечественной войне, сотни тысяч ушли на фронт, сотни тысяч погибли, тысячи стали героями Советского Союза, поэтому это и наш праздник. И еще хотел бы отметить, что завтра мы отмечаем 100-летие общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, с чем я тоже поздравляю всех нас и вас тоже. Спасибо большое, Россин. Я также подключаюсь к поздравлению 9 мая это день большой победы над фашизмом, но история показала, что эти идеи, эта символика, эти методы, они еще не искоренены в мире. Я думаю, что те страны, которые претендуют на победу, на вот эти лавры победителя, они полностью дискредитировали себя в этом отношении, но это не должно как-то смущать нас относиться к этому дню, к большим почтениям, потому что азербайджанцы, граждане Азербайджана, призванные из Азербайджанской СССР, они участвовали, это сотни тысяч людей, это огромные ресурсы, которые Азербайджан давал для фронта, для общей победы. Миллионы в тылу тоже работают. Этот день также важен для нас, это и вчерашний день, 8 число, это было днем оккупации Шуши, сегодня уже Шуша свободна, и это было главной мечтой Гейдара Алиева, национального лидера азербайджанского народа, столетие которого мы будем отмечать, а завтра я думаю, что его идеи и тот фундамент, который он заложил под азербайджанскую государственность середина 90-х годов прошлого века развивается, строится, и мы понимаем, что есть большая ответственность у каждого из нас, чтобы вот то, что заложил Гейдар Алиев, развивалось, и государственность Азербайджана была бы непоколебима веки веков. Спасибо. Спасибо еще раз. Уважаемые зрители, вы смотрели интервью с директором Центра исследований Южного Кавказа, экспертом дискуссионного клуба Валдай, Фархадом Мамедовым, на моем авторском YouTube-канале «Современный разговор». Всего всем доброго, до новых встреч, оставайтесь с нами, соблюдайте и смотрите следующие эфиры. Еще раз спасибо, Фархад, всего вам доброго. Спасибо.